Привет, друзья! Немецкое тюнинг-ателье Manhart, известное своими проектами по доработке автомобилей марки BMW, представило пакет улучшений для седана BMW M5 CS. Новинка получила название Manhart MH5 GTR. Автомобиль получил стильный внешний вид и улучшенные динамические параметры. Хочу напомнить, что в стандартном виде автомобиль укомплектован 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 635 сил и 750 ньютон-метров крутящего момента. Разгон с места до 100 занимает 3 секунды, от 0 до 200 км в час. Автомобиль разгоняется всего за 10,3 секунды. Максимальная скорость у M5 CS ограничена электроникой на отметке в 305 км в час. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Благодаря новому углеродному воздухозаборнику, дополнительному блоку управления MHTronic, а также новой выхлопной системе из нержавеющей стали со специальной заслонкой, которая имеет 4 карбоновых патрубка диаметром в 100 мм. Специалистам удалось увеличить отдачу двигателя до значительных показателей в 788 сил и 935 ньютон-метров крутящего момента. О динамических показателях, к сожалению, ничего не известно. Кроме улучшенных силовых характеристик, специалисты из ателье предусмотрели и некоторые изменения во внешности автомобиля. Менхарт MH5 GTR получил модернизированную подвеску с регулируемыми по высоте пружинами Менхарт вариант 4 от КВ, которые обеспечивают оптимальную управляемость и в то же время значительное снижение. Под крыльями установили черные кованые диски размером в 21 дюйм, серебристо-серого цвета. Кузов автомобиля окрашен в темно-зеленый цвет, который дополняет уже привычные для ателье волосы в серебристом цвете. Салон оставили без изменений, разве что добавили логотип ателье на руль. Вся обивка сидений выполнена из кожи и алькантары с красной прострочкой. Стоимость такой доработки пока не оглашается. Компания Abarth, выпускающая спортивные модификации моделей Fiat, представила первый в своей истории электромобиль. Хэтчбэк 500i построен на базе модели Fiat 500i. Визуально новинка отличается от Fiat передней частью, обвесом и расширенными крыльями. Кроме того, на крыше появился крупный спойлер, а также были установлены 18-дюймовые диски. В салоне новинки появились спортивные сидения и руль, а для отделки использовали алькантаро, металлические акценты и углепластик. Для новинки применили электроустановку, отдача которой увеличена со 117 лошадиных сил и 220 ньютон-метров до показателя в 155 сил и 235 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до 100 занимает 7 секунд, а для разгона от 40 до 60 километров в час электромобилю необходимо всего полторы секунды. Кроме этого, новинку оснастили все той же аккумуляторной батареей на 42 киловатт-час. Комплектация новинки очень богата и включает в себя бесключевой доступ, климат-контроль, датчики освещения и дождя, камеру кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфонов. Все это дополнено панорамной крышей и металлическими накладками на педалях и порогах. На рынок модель выйдет лимитированным тиражом в 1949 экземпляров. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok